Вечером в четверг более сотни активных нефтекамцев посетили форум «Управдом», ставший уже традиционным. Основные вопросы – те, что касаются сферы ЖКХ и беспокоят горожан сегодня. Среди приглашенных гостей был депутат Госсобрания Курултай Рустем Ахмадинуров. Прежде чем начать обсуждение, с приветственным словом выступил глава администрации городского округа Ильдар Валидов. Надежда на форум, на этот, что мы все-таки друг друга услышим, что проблемы, они есть, я знаю, и мы знаем, что есть проблемы, мы постараемся их решить. У нас на сегодняшний день очень важно, чтобы, во-первых, в первую очередь было комфортно проживать и, во-вторую очередь, безопасно. Модератором встречи жителей многоквартирных домов с представителями управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций выступил заместитель главы администрации по жизнеобеспечению Айрат Гемалдинов. Он коротко рассказал об итогах работы сферы в 2023 году. За 2023 год капитальный ремонт общего имущества проведен в 40 многоквартирных домах на общую сумму 344,6 миллионов рублей, в том числе средства местного бюджета 3,7 миллионов рублей. Что они в себя включают? Они в себя включают замену 16 лифтов в 7 многоквартирных домах на общую сумму 52,9 миллиона рублей, произведен ремонт инженерных сетей водоснабжения, водоотведения в 4 многоквартирных домах на общую сумму 34,6 миллиона рублей, ремонт системы электроснабжения в 7 многоквартирных домах на общую сумму 64,3 миллиона рублей. О соблюдении организациями жилищно-коммунального хозяйства нормативных и законодательных норм в сфере предоставления услуг населению рассказал начальник отдела Госкомитета жилищного и строительного надзора Ренат Лукманов. В ходе последней проверки КОЗП 23-24 годов были выявлены нарушения температурно-влажностных режимов подвального помещения, отсутствие теплоизоляции труб центрального отопления в узле управления, повреждения окрасочных условий фасадного газопровода, отсутствие регистрации работы систем отопления и горячего водоснабжения зданий, неисправность канализационных систем в подвальных помещениях, частичное отсутствие манометров в узле управления. Начальник производственно-технического отдела УЖХ Ольга Шатунова подняла вопрос о соблюдении надлежащего состояния вентиляционных дымоходов в многоквартирных домах, а начальник абонентского отдела той же организации Зульфия Мамчур вновь напомнила горожанам о необходимости сдавать показания приборов учета строго в период с 20 по 25 число каждого месяца. Немного отклонившись от основной темы, но все же затронув актуальную на сегодня для всего населения, выступил заместитель начальника полиции Вадим Шерифьянов. Только за 2023 год жители нашей республики, поддавшись на уговоры мошенников, перевели на их счета более 2 миллиардов рублей, отметил он. Среди пострадавших есть и нефтекамцы. Тема IT-преступлений – бич нашего времени. Большое распространение получили факты. Это ваш счет взломан, просим перевести на безопасный счет. Ваш родственник попал в ДТП, просим перевести деньги, голосом родственника обращается к потерпевшим. Очень много попадается на уловки мошенников при покупках с помощью интернет-магазинов, интернет-площадок, различных там Авито, когда выставляют на продажу, пытаются купить. И много других фактов, способов обмануть людей. Далее перешли к вопросам из зала, где присутствовали в основном старшие по дому. Они как раз-таки знают обо всех чаяниях жильцов многоквартирных домов, озвучили наболевшие. У нас такая проблема с картной крышей прямо во двор. Любой снег, лед, все падает на людей. Мы пытались решить эту проблему с управляющей компанией, но они говорят не в их силах. И Руслан Плюс, застройщик, тоже оказывается делает реконструкцию. Возможно ли через вас чего-то добиться? Здесь вместе с застройщиком это гарантийный дом еще посмотрим, по проекту посмотрим, как что. Если делают ремонт, почему не делают диагностику именно внутри квартирного газового оборудования? Это же тоже посильная работа для них. То есть, если их пришел, они же как, если у кого-то истек срок эксплуатации, они могут просто отключить, перекрыть газ и все, и люди не пользуются. А так бы они пришли, продиагностировали, дали бы заключение, да, у вас год на дальнейшей эксплуатации. И все, и вопросов нет. Мы ведем руководство, рассмотрим. Да, водитель руководства. А то лицензия, это определенный лицензивный вид деятельности. Капитальный ремонт домов, ремонт подъездов, программа «Башкирские дворики» и деревья, представляющие опасность – вот еще темы, которые затронули в рамках форума «Управдом». На большинство вопросов тут же были даны ответы, а те, на решение которых требуется время, были взяты на карандаш. Также была выявлена ситуация, которая требует проведения служебного расследования.